Меня зовут Алексей Ситников. Организацию сделали, в общем, достаточно смелый шанс, пригласив вести секцию по поводу искусственных диробных сетей, специалистов по нейроссидеологии, которые разбираются в естественных диробных сетях. Сейчас мы постараемся понять, в чем отличие. Я чуть позже представлю уважаемых спикеров и участников дискуссии. Я с большим интересом прочитал биографии достижения, даже не ожидал, что у нас так разуга эта индустрия. Но прежде чем мы начнем дискуссию, мне хотелось бы ввести, может быть, в некий общий системы, что в зале сидят с разным образованием, из разных сфер, из разных регионов. Хотел бы ввести в некий общий контекст. Давайте просто вспомним, что такое нейронная секция, что такое искусственный интеллект. Во-первых, искусственный интеллект. Искусственный интеллект был впервые предложен Теону Маккарти в 1951 году. Вообще, в середине 50-х годов, удивительное время, хочу напомнить, что Теон Маккарти в 1954 году предложил термин «социальные сети». Он, правда, является немножечко другое, но сам факт того, что в середине 50-х годов фактически были заложены практически основные политические положения того, что сейчас за счет развития электроники получил такое развитие, это очень наоборот. Итак, что это интеллект? Что же это такое? Свойства автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека. Например, выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и рационального анализа ответа на то, что есть. Сама идея искусственного интеллекта, она была теоретически высказана, и потом эта идея была подхвачена в развивающихся, обучающихся, искусственных нейронных сетях. Напомню, что сам термин «Неронные сети» был предложен Маккало и Кэмпиццам в 43-м году. И именно диалоги Маккало и Кэмпицца с Финнером привели к появлению гипернетики в 48-м. А вот взрыв неровных сетей появился только после того, как в 86-м году Ромельхар, Кварцев и Ахонин, кстати, Кварцев Ахонин из Красноярска, впервые предложили метод обратного распространения ошибки. Этот метод не они изобрели, они его фактически передеизобрели, потому что в 74-м году, уже 12 лет до этого, Герпас и Галушкин впервые они написали. И именно этот метод обратного распространения ошибки фактически стал основой для обучающихся, сам обучающихся нейронных сетей. Мы сейчас поговорим не только о теории нейронных сетей, искусственных нейронных сетей, но и подумаем вообще о том, какие перспективы развития этого направления и области наиболее перспективной в мире в нашей стране. и давайте подумаем о серии функций, которые имеет человек в своей виртуальной единости, могут нейронные силы взять. Ну, нам бы что-то оставить, что это не будет. И для того, чтобы приступить к этому обсуждению, я хотел бы напомнить, что вообще сам термин искусственного интеллекта имеет в английском языке совсем другой смысл. В английском языке искусственный интеллект как и в силу стеллеженс. Умение рассуждать разумно к интеллекту в английском языке есть другое слово. Я просто задумался о том, что если бы точно переводить слова, вот там, CIA, да, которое слово интеллигенс, умеющее рассуждать разумно. Интересно, как американцы переводят наше слово «одержимые люди» правильно ли они понимают все коннотации этого слова. И итак, это умение рассуждать разумно, ведь, рассуждать, то есть, я совсем не говорю о национальной сфере, которая тоже нужна. Напомню, диалог, который мы очень близкий друг из Огабриадзе вставил в фильм «Мемино», который в советские годы был вырезан. Сейчас полная версия фильма «Мемино» и этот момент можно увидеть. Вы вспомните, Гарри Картычан и Спартан Кикабидзе, вот вспоминаете, Гарри Картычан и Спартан Кикабидзе заходят в лифт в гостинице «Россия» и в этот же лифт входят два китайца. Два китайца, как одинаковые деды, жмутся к стенке и испуганно смотрят на Гартычана и на Кикабидзе и один к другому поворачивается и говорит, «Я же тебе говорил, эти русские, они все на одной лицо». Хочу обратить ваше внимание, что в восприятии и распознавании образов, которые занимают в том числе искусственный интеллект, есть еще и наблюдатели. И в особенности и вот для этих двух китайцев мы с вами на одно лицо. Интерплюдация данных фильтруется, то есть у меня есть собственный фильтр анализа, воспринимаем новую визуальную информацию. Вот прежде чем мы предоставим слово спикерам для того, чтобы они поделились там в многих их замечательной презентацией, поделились своими соображениями и рассказали о своих замечательных проектах, направлениях деятельности и компаниях. Я бы попросил каждого из участников заодно и представлю всех участников. Я бы попросил каждого из участников в дискуссии ответить, представляясь, пока не презентуем свой доклад, ответить три вопроса. Первый вопрос. А что же такое в вашем понимании искусственные неровные сети? Второй вопрос. Какие самые перспективные области для развития и в мире и в нашей стране? И третье это а что же неровные сети не смогут сделать то, что может делать человек? То есть какой островок вашим замечательным бизнесом создали для нас? Итак, давайте предоставим сначала слово даме. Она совершенно потрясающая, удивительная, красивая и невероятно эффективная девушка сидит на трибуне. Я хочу предоставить слово Наталье основатель генеральный директор компании Бионик Наталья которая делает даже если бы она не была девушкой такой прекрасной я бы все равно первым ей дал слово потому что она делает потрясающе важные вещи. Спасибо. это одна большая задача которая стоит рядом Нейронной сети по сути это повторение человеческого мозга это алгоритм определенный который можно использовать как угодно то есть сейчас по сути можно создавать неровные сети хотя в соточной неровной сети это правильно отказано в 63-м году соответственно мы должны правильно понимать что когда мы сейчас говорим вот если место на человеку да есть и как раз нужно понимать что так как и чисто алгоритм все равно его нужно программировать то есть мы создаем определенный алгоритм который меняет определенные задачи и где можно их применить где угодно алгоритм просто отличительная способность нейронных сетей больше вычислительности и больше эффективность которые они позволяют в средстве мощности в средстве технологии в средстве майт с кучей момент в средстве у нас стали доступны определенные возможности и применением в частности я бы тоже сказал этот проект это просто индустрина мы наше применили и только индустрина это игрушка и это чуть попозно и опять первого вопрос маневр видения следующее представление искусственной нейронной сети сказать как правильно говорить то есть определенный алгоритм с помощью различных задач индустрина и так как выжить услышать что с сетями напоминает компетент ученский руководитель группы экспертов технологии компании индустрина индустрина компания те же самые три вопроса Костя я на самом деле стоял на камеру и стоя очень простая нейронная естественно для нас компания в количестве технологических аппоксиматоров которые мы не понимаем как мы не аппоксиматоров не умеют аппоксиматор строить а способен ли такой аппоксиматор создавать сам аппоксиматор есть ну на самом деле тут надо очень точечно на этом есть задачи в которых можно программы алгоритм соответственно угодно какие-то другие программы такие задачи могут делать просто понимать что они делают вообще термин понимание скорее не очень именит в нашей человечестве вы считаете что национальная компания понимает и субъектность понимаете мы очень быстро можем скатиться в понимании того что такое национальное непонятно очень так как подумать о том что такое если например про ассистентов про помощников которые происходят многие компании создают и если взять российский контейнер то соответственно там национальные компоненты для программы с которой мы говорим является одной из ключевых и другой вопрос она моделируется но при этом человек не видит то что она не способна ответить правильно перевести на другой язык такой умный такой я думаю да то есть она переведет такой умный человек знаете тут же вопрос в том что если мы дадим достаточное количество примеров которые знают этот контекст сможет сюда заложить она сможет моделировать эту ситуацию я просто когда-то попался сам своей личной историей в ловушку когда я был единственным человеком советских времен которого начали партии потому что не все поняли смысл фразу партия это говорить и понимаете да машина пропустила эту фразу или тоже так это 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 вопрос если задать вопрос есть ли алгоритм готовая система машинного перевода которая способна такие фразы переводить это может быть только и задать вопрос можно какое дело это вопрос сколько времени какой корпус а вы не сможете с точки зрения пользоваться для развлечения не 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 а человек что остается будет человек можно продолжить отвечать на этот вопрос видите у нас даже разные представления да что такое искусственное интересное и делом висеть могу попросить ответить на эти же вопросы Дмитрия Улинова технического директора компании Logistics у нас да добрый вы знаете наверное все зависит от того как использовать этот инструмент потому что например мы в своей деятельности понимаем как иметь большой ассоциативный массив то есть я вот эту тему обосудованности продолжить которого коллеги задали но наверное даже поправлю потому что мы стараемся использовать там где нет четких алгоритмов между которыми присутствует какая-то явная зависимость и вот когда хочется понять как эти данные друг с другом связаны найти до самой зависимости того как раз делали нейронные сети с логистик задам деклологические вопросы как не физиолог а специалисты по искусственной физиологии под москоп человеку среды полушарии называют зеркальные нейроны фактически то что основали нам психотерапевтам не используют гипнозы гипнозы на зеркальных нейронах когда например ваш ребенок зевает это делает зеркальные нейроны вполне правильную функцию лошадей стоит спит и вдруг всего одна лошадь водорствует то если бы не было зеркальных нейронов то получается что она заражается через зеркальные нейроны сетях есть зеркальные нейроны это вопрос коммуникации между нейронами сетями я думаю что в небольшом будущем будет что-то похожее я бы не сказал в гипноз скорее это не явная передача информации потому что если мы посмотрим вперед не информация состояние 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 но здесь самостоятельная она не появится в любом случае то есть человек все-таки остается такой демиург ну да даже если понимаете технически смотреть и представлять что себя человек представляет не придется потому что когда эта система замечательная умная скажет бог есть но если вы научите или не научите мы научим не надо поймется что есть кто-то кто делает то что она не умеет ну не на данный уровень не развития хорошо так продолжим опрашивать специалистов у нас сидит среди выступающих Денис Касимов основатель генеральный директор компании флова да правильно групп с офисами в Москве и Казани пожалуйста спасибо всем добрый день еще раз ну собственно отвечаем вопросы в моем субъективном понимании нейронная сеть искусственная особенно для человека то что сейчас называется и тот интеллект который обладаем мы практически не отвечает точно все зависит от степени развития и здесь я тоже сейчас привожу пример детского интеллект потому что детский интеллект он ровно такой же как мы сейчас применяем в наших проектах детский интеллект чему-то не знает и пытается это узнать а авториационный интернет заговоренный вопрос правильный вопрос и искусственный интеллект то же самое мы просто правильный задаем пока сам человек задает правильный вопрос и на задачу на бизнес задачу когда это получается решение бизнеса есть мы решаем мы не с нашей интервью расскажем когда сломается эта машина это оборудование железя и неровная сеть отвечает на эти вопросы постепенно она естественно доучается ее доучает человек она развивается и в какой-то момент все придет к тому что придет к тому что искусственная сеть или любой другой алгоритм научится также хорошо отвечает на все возможные вопросы человека и единственное пока мое понимание чего не удастся сделать на ближайшем нашем с вами будущем это то как раз у нас что называется задать этот вопрос потому что это единственное что сейчас мы находимся и задаем вопрос машина пока не задает просто так вопрос то есть вопрос твердышки мирович она не задаст этот вопрос если то есть ей не нужно она наверное задаст этот вопрос если не будет положить поставить то есть человек это как минимум человек останется эмоциями и время ну видите с точки зрения диалогии тоже нервидиаторы которые меняют некое состояние нервидиаторы они они тоже синтонин на котором наших эмоций включают а вот нервидиатор счастья нервидиатор он почему этим нейронам должен начать производить не просто импульсы а какие-то более длительные действующие как нервидиаторы аналоги они будут это вызвать вопрос только вопрос если правильно поставить задачу если компьютер сам себе правильно поставить задачу могу ли я могу ли я как решить почувствовать то он начнет вызвать то что может чувствовать мошенник если она не понимает то понятие как смерть а почему вы понимаете это конечно учитывая развитие инжинированной семьи это просто один из способов один из результатов которые принимают а вот спросите еще такой вопрос прям же позваловая меня есть такое вещество у меня первая диссертация по этому веществу называется лсд лсд является плотным имитатором нервидератора серзанина и единственная проблема что по-другому та часть такая же а задняя часть другая эти ферменты которые все должны разрушать они лсд разрушить не могут поэтому лсд садится на рецептор и пьет и пьет и пьет означает не то что у нейронных сетей тоже могут быть свои на почте я просто попробую если честно смотрите в нейронных сетях есть бывает есть такое понятие когда она вроде бы должна отметить не конкретно этот человек она отличается другому если этот момент зацепить она начинает эту ошибку как-то на себя трансферировать понять что с ним происходит я специально не применяю то она начинает цивилизм цивилизм решать одно и то это это вполне сложно вы же помните что основа эволюции является не последствия а ошибка значит ли это что эта ошибка будет как раз стимулировать развитие вашей системы это хочу использовать леонар жауха на леонар 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 Спасибо. Большое спасибо. Есть же вопросы. Да,同じ вопросы. И первый вопрос. Да, и второй вопрос. Это имитация о том, как мозг работает. И отличие, касающиеся людьми, состоит сегодня в том, что сети искусственные могут только имитировать. Но новое поколение и искусственных нейронных сетей будет действовать по-другому. Они сами исследуют мир. И в это время, как мне кажется, не будет существовать различий между искусственным и человеческим интеллектом. Что касается сфер, в которых искусственные нейронные сети получат не больше распространения, то, по моему мнению, это будет прежде всего робототехника, это будет управление транспортом, а также энергетика, системы автоматизации промышленности и другие подобные исследования. Есть вопрос. Какие места? Сложно будет как-то в соревнованиях с покупать с искусственными сетями в этих сетях? Там, наверное, меня расстраивается. Нет, просто, знаете, я летел сегодня из Москвы и просто обнаружил такой интересный факт в литературе, что в ближайшие 10 лет считается в Америке, за счет развития искусственного интеллекта, 16% работающих теряет работу. Я летел, проходил, как вы тоже, когда летаете в самолетах, проходил через эту унизительную процедуру с тазиками, и через такую непонятную процедуру с лечением твоего лица с паспортом, с современными технологиями, там, ботекса и галуроновой кислоты, которую применяют уже практически все девушки и женщины, и уже очень многие мужчины. Я, в общем, не завидую этим паспортистам, которые смотрят на, в общем, не совсем то лицо, да, и подумал, что, посмотрите, как много задач этот искусственный интеллект уже бы смог решить. Опознавание образа каких-то опасных предметов в портфеле, которые ты несешь. Потом опознавание тебя, я... Мне 4 человека подряд брали мой паспорт зачем-то, да, вот покрасить этот сетоналет, и много народа проверяло, проверяло, там, мой багаж, а потом еще проверяли моё лицо. Кстати, начинало 12 человек, которые участвовали в моей посадке в самолет, очень сильно заняты и делающие очень важное дело, имитирующих запах. И я подумал, что вот как раз, наверное, да, сколько народ освободится, если всё, что мы с вами, коллеги, сейчас обсуждаем, будет реализовано в следующий год. Хорошо. Спасибо большое за вот такой бриф, там, вопрос опять же. А вот предоставить слово для презентации, я бы хотел, там, извиняюсь перед Наташей, в порядке, наверное, более глобального, да, к конкретным предплодным технологиям. Поэтому я попросил первую презентацию сделать как раз Константина Кичинского с компанией Microsoft. Ну, мне кажется, давайте тогда посмотрим, куда смотрят гиганты сейчас, и, там, чем вы можете просить. Константина, пожалуйста. Друзья, еще раз, добрый день. Я, на самом деле, жарко живусь, потому что вы сказали, на тему помещения людей, это вообще, в целом, глобально больная тема для всех стран. В зале есть прогнозов очень много. Причу вопрос, на самом деле, скажем так, два. Есть интересная байка времен Советского Союза. Я, правда, мог бы не сознательный возраст тогда, но, тем не менее, доносится. Она заключается очень просто. Что если бы директор завода пришел к функционерам партии, сказал, я придумал оптимизацию, как повысить продуктивность завода, но, правда, мне опять придется 4 тысячи людей на улицу, для него был следующий вопрос, разборанный в каждой партии с отсылкой в далекие места. Второй момент, который интересен вам, в том, что мы параллельно пытаемся думать о том, что там не столько вывести людей куда-то, сколько как сделать их работу, может быть, более профессиональной, более эффективной. Потому что если взять того же самого спортиста на таможенную пункт или так далее, то причем вопрос в том, чтобы не он сам сличал и смотрел десять раз, а подходит, нет, нет, нет. Вроде бы, да, вроде бы, взлетется другая. И целевую задачу сделал компьютер, вывел ему достоверность, там, похоже на 83%, но что-то борода не так. И вот в этот момент этот человек должен принять какое-то решение. Ну, это так, общее рассуждение. Я постараюсь очень быстро приближаться по всему тому, что у меня есть, то, что я хочу рассказать. В целом, я бы хотел пройтись по трем бунктам. Немножко про искусственный интеллект, про УНЕ, как бы все, и немножко про те самые социальные аспекты, почему об этом важно, как минимум думать и говорить. Начнем со искусственного интеллекта. Про этот проект мы уже поговорили. Он случился, на самом деле, за последние буквально два десятилетия. И сейчас, собственно говоря, он двигается просто напросто, тремя простыми факторами. Первый у нас появились достаточно дешевые и большие вычислительные мощности, второе, вот это вот десятилетие бигдата наконец-то пришло к тому, что у нас появилась бигдата, у нас появились массивы данных, причем в том числе и размещенные, это то, что нужно для тех самых нейронных сетей, и у нас, собственно говоря, появляются алгоритмы, они появились, они продолжают разрабатываться. И, соответственно, в причине всего этого дела у нас появляется вот этот самый прорыв искусственный интеллект. И, в конечном счете, мы говорим про три простых фактора. Первое, что наша надежда на то, что технологии с нейронными сетями или более широко искусственный интеллект помогут нам понимать, как происходит анализировать данные, помогут нам быстрее, дешевле и эффективнее делать выводы. И третье, что мы наконец-то перейдем к стадии, когда компьютер понимает нас. Это обратная естественность. Потому что до сих пор мы общаемся с компьютером тем языком, который мы придумали, компьютер должен общаться с нами. Это естественный, ой, искусственный язык. Даже все вот эти кнопочки, клиточки, все что угодно, команда строкает не случайно. А не получится то, что компьютер как-нибудь обратится к вам и скажет, так, вот тебе язык включен? Не хотелось бы. Значит, соответственно, тем не менее, в целом я просто прочерчу несколько таких интересных слоев, про которые интересно думать и говорить, по крайней мере размышлять. Мне безусловно, самый интересный метод, а слово здесь центральное. Это технологии и, соответственно, от тех моделей и алгоритмов, которые разрабатывают ученые, математические программисты и адресанты, до тех инфраструктурных задач, которые, соответственно, лежат в группу искусственного интеллекта. Будь это, соответственно, чексеты специализированы под расчет задач либо инфраструктура для, соответственно, хранения и расчета. Но, тем не менее, есть еще несколько уровней слоев для мышления, которые идут вверх и вниз, про которые тоже важно помнить. Пункт номер 1 есть предложение применения искусственного интеллекта. Хорошо мы научились считать неровные сети, дать подумать, зачем нам это нужно. И, соответственно, отсюда появляются предложенные конкретные задачи. Мы хотим, например, интерпретировать текст, мы хотим интерпретировать речь, мы хотим понимать, строить объектную модель по видеорядам, подрядам и так далее. Соответственно, дальше с этой кирпичкой вдруг просыпается промышленность и говорят, о, отлично, мы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, мы можем оптимизировать, ускорить, получить эффективность, получить новые данные, сведения и так далее. И практически вся эта конференция, она в значительной степени про это, про цифровую экономику, про трансформацию в индустрии, четвертую промышленную революцию, digital transformation, вот это все. Дальше, соответственно, возникает неожиданный социальный эффект, как только мы внедряем и искусственный интеллект, и другие технологии. Про это, соответственно, тоже очень много рассказов и интересных моментов. И последний пункт, на который я бы хотел обратить внимание, просто плавно подумать, это то, что после этого будут выходные последствия. Они, безусловно, будут, я про это еще чуть-чуть скажу. Но это та часть, про которую мы обычно не говорим. Они будут, потому что интернет привел к культурным изменениям. В свое время радиотелевидение привели, мобильные телефоны, сегодня смартфоны и так далее, все приводят. Даже автономные машины приведут к культурным последствиям. Мы об этом сегодня не задумывались. Дальше опускаемся вниз, соответственно, если круг людей, он на самом деле успеет. И это тоже интересный фактор, который понимает искусственный интеллект на уровне технологии, на уровне математики, способный об этом думать. И ограниченность этого знания, понимания его, это тоже такой нетусмысленный момент. Потому что количество людей, например, в России, которые понимают искусственный интеллект и не способны что-то делать, а математики, конечно, много, но те, кто реально имеет к этому отношение, это процента от количества, например, наших пониманий станет специалистов. То есть Science, Engineering, Technology и математики. Соответственно, дальше, на что важно еще обратить, здесь математическая школа. Не случайно вы упоминали, в том числе, многие российские школы. И это такое глобальное течение и глобальное обмен мнениями. И здесь в России, как ни странно, сильная позиция. И дальше, соответственно, возвращаясь к тому, что я сказал, что вообще говоря, интерпретация и понимание, что такое нейронные сети, как они работают и так далее, и сам факт. Объявление с неточными моделями и построение модель, которые строят, работают на неточных, неполных данных, это приводит к некоторой трансформации и умышлению самого человека. Отдельный веселый аспект, про который можно долго рассказывать. И есть надежда. Надежда, что как только вот это все будет распространяться вверх и вниз, у нас появится какой-то, в том числе, новый уровень понимания окружающего мира и самих себя. И здесь есть интересная метафора. Она говорит о том, что может быть про искусственный интеллект, нужно думать не так про замену и аналогию человеческого интеллекта, а так представьте себе, что искусственный интеллект – это интеллект инопланетян. Мы его изучаем, мы его строим, и он другой. И может быть искусственный интеллект неправильно проводить полный параллель и ставить равенство с человеческим интеллектом в перспективе времени. Теперь про умное все. Я немножко с позиции компании Microsoft это расскажу, но тем не менее. В последние годы мы очень много говорили про мобильные технологии, про обладающие технологии, и тем не менее здесь появляется интересный такой момент. Есть про то, что интеллектуальность в облаке присуща, потому что мы в облаке все рассчитываем, все храним. Здесь история более-менее прозрачная, вдруг неожиданная, как только мы начали говорить в работах по диалогу интерфейса, про смешанную виртуальную реальность, там стоит стэк, можете посмотреть и в реальности одна из задач этого оборудования для разных реальностей – это в реальном времени интерпретировать то, что соответственно должен видеть человек, то, что делает человек. Поэтому нужно делать в реальном времени. Те же самые автономные машины, которые генерируют в секунду гигабайты трафика, никакого канала связи. Представьте себе, что по улицам, не важно в Казани или Москве, ездят, вот каждая вторая машина, а потом у нас с сетей… У вас нет ничего не ездит? Да. Представьте себе, что ездит. Что стоит? А, да. Представьте себе, что стоит. Но оно генерирует по прежнему. У нас каналов не хватит для того, чтобы все это анализировать, и просто задержка для расчета с облаком будет огромная. И вдруг неожиданно во всех этих пунктах появляется понимание, что на конечном слое всех устройств тоже должна появиться своя интеллектуальность, и над этим, собственно говоря, сегодня очень много людей в компании берутся. И вот мы смотрим, например, под концепцию мышления, что вот мобильные технологические технологии, вдруг неожиданно переходим к тому, что есть умное облако, и в нашем терминологии умный edge, intelligent edge, это все, что касается конечных устройств. И вот эта интеллектуальность, она вдруг становится размазана. И вот мы и стараемся думать в этом терминологии. Значит, дальше, соответственно, если двигаться к инновациям, значит, о чем идет речь. В нашем случае здесь есть простой цветок. У нас есть исследования, дальше, соответственно, формируются некоторые готовые фреймпорки решений для ученых-разработчиков, есть готовые кирпичики решений и, собственно, уличная платформа. Но интересно копать дальше, посмотреть, куда это двигается. Когда бы неожиданно, если посмотреть на задачи ресерча, то оказывается, что если мы хотим делать действительно решение искусственного интеллекта, то нам мало софта. Сегодня практически все разработки по созданию каких-то фреймворков для нейронных сетей ведут рука по руку с формированием повески железьячной. Того, как это все считать, вплоть до специфичных юнитов, которые способны рассчитывать. GPU на сегодня уже становится мало, появляются специализированные юниты. Второй момент, соответственно, если мы говорим про фреймпорки, и вдруг неожиданно вы можете увидеть, что абсолютно все популярные фреймпорки опенсорсные, не важно, кто их делает, Microsoft, Google, Facebook или еще. Почему? Потому что мы хотим диалога, я про это еще очень скажу. Но это такой очень важный момент времени, потому что технологические компании вдруг внезапно осознали опасность тех технологий, которые они делают. И для нас открытый диалог прозрачный вдруг стал одним из ключевых факторов, как мы хотим, принципиальный момент, как мы хотим это делать. Соответственно, если мы говорим про конечные кирпичики, то это следующая стадия, безусловно, пастомизация. Например, если мы научились в целом распознавать речь, то мы хотим распознавать еще лучше речь, но заточенную под конкретный сегмент. Например, если мы хотим распознавать речь медиков, то это очень специфичный набор лексики, терминологии и контекста. И если мы это понимаем, то мы можем делать это лучше, чем общую речь. И, соответственно, вот этот спектр у нас сформировался. Дальше, соответственно, есть понимание, что есть Intelligent Spectrum. И вот этот момент самый последний, он здесь посередине внизу, договориться о принципах и шарить результаты, то, что происходит сейчас в индустрии. Это первый, наверное, такой интересный момент, на моей памяти, по крайней мере, когда Microsoft, Amazon, Google, OpenAI, Elon Musk и так далее договорились о том, что они будут затрудничать и шарить результаты, потому что мы все немножко боимся. Но боимся не только последствий социальных, но и того, как наши технологии будут применяться. Потому что мы догадываемся, как могут. И немножко про социальные аспекты. Проекта я не буду, но тем не менее о том, что Disrupt в виде Disrupt, которые, наверное, как все уже много слышали, вот эта трансформация происходит абсолютно во всех индустриях и по всему бизнес-процессу. И, соответственно, если смотреть с точки зрения вот той расклада про искусственный интеллект, то это вот с второго до четвертого слоя, где, собственно говоря, нужно думать не только про экономические эффекты и отдачи, например, для промышленности, но и о том, какие последствия это приведет. Соответственно, для нас, зачем мы делаем искусственный интеллект? Ответ очень простой. Мы пытаемся не занимать человеческий разум, а усилить человеческий разум в широком смысле. Дать ему какие-то инструменты и, соответственно, в нашей активности сделать инструменты, для искусственного интеллекта более доступна такая демократизация AI. Мы параллельно думаем о том, как все-таки это направить в правильный рост, для решения, скажем, социальных проблем, а не только для того, чтобы вводить их языков в США, вводить на улицу. Это, наверное, к тому исследование. Соответственно, дальше вот три-четыре простых вывода, про которые нужно думать, которые хотел бы обозначить. Первое, что, безусловно, искусственный интеллект в нейронной сети не вститут. Есть ограничения, и сегодня они, в принципе, понятны, с ними борются, но они есть. Второе, что искусственный интеллект – это не единственное, что в этой трансформации. Есть много других технологий, но все они вдруг не о чем начинают. Если подумать, даже в прикладном аспекте, я чуть-чуть забегу на уровень ниже, представьте себе про вот эту вот особенную школу, трансформацию, решение и так далее. Вдруг оказывается, что то же самое, что нужно в искусственном интеракте, нужно в работе с вычислительной биологией, и то же самое нужно в работе с матовикой и физикой. Это умение работать с неопределенностью. И вот это понимание и сознание людей, оно вдруг будет смешиваться, в том числе и здесь. Соответственно, дальше вот про то, что я сказал, для всех технологических компаний, это наша ответственность думать о том, какие мы создаем решения, как именно мы создаем, какие принципы мы в них закладываем и как наши технологии будут применять. И самое последнее, что я хотел сказать, две простых мысли. Первое, что вот про нижние пункты, это вот некоторую связку естественно и искусственное, и понимание друг друга, это такая еще зона известного. И последняя вещь, которую хотелось бы, чтобы вы запомнили и понимали, не обязательно в негативном аспекте, но последствия у интеллекта точно будут. Вот вопрос. Вот в психоингвистике очень много обсуждаются вопросов влияния языка на особенности мышления. Да, вот такой английский язык с описанием состояния и действий, да, и упор на это, и достаточно короткий, который начал просто давать команды, инструкции описывать, и даже в самолете там. Инструкция, что делать на английском два раза короче, чем по-русски. И русский язык, который не по поводу действия, да, по поводу некой перплексии, петчетов, достаточно многогранного описания. И в результате получается, что если английский язык на языке этого действия, русский язык, это язык скорее разговора о действии. Не получается ли так, что созданная на русском языке, соответственно, вами нейронная сеть, через какое-то время тоже будет ждать на печи, ждать, как Илья Муромец, что он станет, станет благодарен, или все время ждать вот такой патерналистский формат мышления, будет в вашей нейронной сети, которая тоже будет ждать, что она поймает, чему будет. И пощучим умирением, что будет сделать. Не будете то, что эта модель создана на русском языке, как-то транслировать и особенности этого языка как бы поведенческие? Я отвечу на два других вопроса. Как говорится, извините. Ну, пунктами раз я вернусь на шаг назад до определения, на каком языке описываются нейронные сети, это язык математики. И там нет вот этой градации русский-английский. Более того, самое интересное оказалось, например, когда была публикация на эту тему, когда Google Translate перевел на нейронные сети, потому что до какого-то момента это были скорее статистические алгоритмы. А если как только перевели, стали смотреть, что же там внутри происходит, оказалось, что для практически всех языков, включая русский, эта нейронная большая, общая нейронная сеть, создала для себя внутренние понятия, которые она уже дальше переводит на другие языки. Это та самая, которая называется Abnormal? Я не могу. Система образования образов. Угловская называется Abnormal. Это не про образы, это про перевод. Я в том смысле, что у нее внутри появились собственные какие-то математические конструкции, которые описывают, ну, на самом деле коэффициентные, которые описывают разные понятия. И дальше эта машина, скажем так, переводит на любой другой язык из внутренних понятий. И поэтому вдруг неожиданно оказалось, что добавить новый язык и сделать перевод с любого на любой стало сильно проще. Это вопрос языков. И поэтому не трудно сказать, как мышление на одном языке человека может влиять напрямую на то, что происходит в машине. Есть обратный интересный момент, что это, возможно, для этого может быть точное вдохновение для ученых и исследователей, которые пишут алгоритмы, что, возможно, нужно проанализировать, как устроены, не знаю, естественные нейронные сети. Вы видите, да? Я все время забываю, как там правильно называется. Значит, нервная система. Вот, поскольку. Значит, уже произошла немножко деформация. Значит, и отдельный вопрос к нейробиологам. Вопрос, отвечает ли нервная сеть в голове человека, для которого основной язык носителя, собственно, английский и русский. И вот если вдруг они отличаются, то это может быть точкой вдохновения для ученых математиков. Вот ради интереса, у меня приятель просто провел такой стремен. Он перевел с русского на английский через гугл-переводчик и потом обратно с русского на русский. Вот очень интересно. Нам нужно укрепить богему, сказал пиктатам, и тот час, отборных тридцать офицеров, надев шарфы, ушли в забор. Обратный перевод с английского и на русский. Нам нужно укреплять страну богемию, пиктатам сказал и немедленно, избрал тридцать сотрудников носить шарфы, оставшиеся в исхладке. Нормальный гендекс, например, сделает сервис, который позволяет тоже на базе неровных сетей генерировать стихотворение в стилистике нужного писателя. И в этом смысле если вот к этой штуке сказать, что, а ты знаешь, на самом деле в начале был стиль вот этого человека, сделай перевод литературным в стилистике этого человека. Это решаемая задача. Нерешаемая. Объясню почему. Нет, перевод не совпадет. Объясню почему. Придите в углу, переводчики, у меня кошка взяла трёх котят, у белых одного чёрного, и вы получите, у меня кошка взяла трёх котят, у белых одного африкариканца. Итак, спасибо большое. Замечательный доклад. Есть вопросы, я думаю, в конце, да, вот, всем докладчикам, чтобы всем, так сказать, там, право и право не отвечать. Я бы попросил следующий, ну, просто по логике, да, вот, оттуда сверху вниз, вот теоретических вещей, там, глобальных, к логике. А я бы попросил, вы, высказавшего, с Леонардо. Леонардо, это ваша рука. Да, Леонардо. Площадка ваша. Спасибо. Моя презентация будет об искусственных данных, которые являются следующим этапом искусственных нервных сетей. Сегодня разработчики не получают проблемы в таком случае. Если у вас нет данных, то проблема решена. Если проблема не решена, то нужно больше данных. Сейчас как разработчики смотрят на ситуацию. Если у вас достаточно данных, то проблема решена. Если проблема не решена, то у вас недостаточно данных. Но, естественно, с данными есть несколько проблем. В том числе и ограничения данных. У вас есть ограничения по количеству данных, по времени, когда вы их получаете. Качество данных также может стать проблемой. И другие. И обозначить на нас. Если мы говорим об онлайн-обучении, то смешивание данных тоже имеет свою ценность. И существуют также ограничения рисковые, которые также могут ограничить получение ваших данных. Вопрос в том, как снизить стоимость. Вопрос в том, как мы можем получить бесплатный искусственный этап. Например, мы можем использовать игровую индустрию для предоставления нам виртуальных средств, которые мы можем использовать. Мы можем использовать новые модели. А также мы можем создавать новые модели, собственно, посвященные искусственным сетям. И в этом процессе развития, это экстремный, 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 экстремный развитие, основным на эфирическом развитии, основным на тесте. И мы тогда задаем задачу, мы устанавливаем модель, и, собственно, процесс развития будет уже автоматизирован. И единственное, что остается, это именно управление, тонкая настройка, так называемая. Искусственных данных, в соответствии с реальным миром. И вот мое первое предсказание. Я предполагаю, что в 2020 году искусственные сети будут больше проводить время в искусственных мирах, даже больше, чем в людях. И, естественно, это создаст новый рынок для этих индустрий. Использование реальных данных будет подчинено цели адаптирования реальных данных под реальный мир. А также для того, чтобы улучшить качество вашего моделирования. Но это также может быть использовано в целях автоматизации. Мы можем использовать искусственные сети для автоматизирования. And this is known as generative models, or pseudo-reversal, or in a more common form as screaming. Да, и это создание виртуальных сред, или в каком-то случае pseudo-reversal, имеется в виду псевдопрослушивание, или, если, допустим, это на человеческий язык, многим это знакомо как сны. This is my second prediction. By 2025, neural networks will spend the most of their life dreaming. И вот мое следующее предсказание. В 2025 году искусственные сети будут большинство времени проводить во сне. И это, собственно, открывает большие возможности в области контролирования систем. Главным способом контролирования искусственных сетей будет контролирование их виртуальной среды. И это мое третье предсказание. В 2030 году контролирование искусственных нейросети получит очень большое значение экономическое. И мы также сможем это использовать для рекламы и пропаганды искусственных нейросетей. На слайде мы только что могли видеть. Итог моего рассказа. Все мои три предсказания. We'll see if they come true. Посмотрим, испытываются ли они. Возможно, будет задержка с 2 года, но... Пару лет. Но посмотрим. Я прощаюсь, да. Константин, ну вот Диана практически подтверждает, что история про Щукову и по Щукову, в общем, будет 4 этапом развития. Пугалка. Пугалка. Следующее слово я бы хотел предоставить Дмитрию Блинову, техническому директору компании Logistics, с темой нейронные сети, революционные технологии для реального сектора экономики. Спасибо. Очень интересная тема, на самом деле. Я слушаю и понимаю, что там, где, допустим, на подписи мы реально примем... Мы исходно начинали работать с нейросетями в 2006 году. И компания у нас занимается преимущественно автоматизацией логистики на уровне операции. То есть это большие объемы данных, большие объемы задач на том, это определять, сфотеризировать. И здесь в какой-то момент нам ничего не хватать именно составляющей алгоритмической. Потому что если вы рассмотрите любой большой объект, то какое-нибудь предприятие промышленное, например, да, в подсорке, в центре, то увидите, что как раз это предприятие работает с очень большим объемом. То есть вам происходило в таких действиях. Берете, допустим, производство и видите, что на нем стоят станки. И в каждую станку у вас постоянно в режиме реального времени приходит гигантское количество информации. То есть датчик, да, нахолодок на качестве управляющих программ, которые имеют свой свой прием для гневовки. Сотни людей, которые параллельно должны работать, например, собирая заказы на пределительном центре. Да даже элементарная задача маршрутизации на складе какого-нибудь большого ритейера, который мы сейчас, например, для одного из этих крупных третейеров будем решать. То есть последовательность решения этих задач, она, на самом деле, начала... Даже последовательность, а вообще в принципе актуальность решения этих задач, она как раз начала расти с открытия фреймворда. То есть только как раз о чем, когда большие, крупные компании, они открыли свои исследования для рядов-употребителей. И так как мы сейчас с вами живем во время, когда, да, вот как есть такой хороший пример, 80% времени в 80% уходило на разработку, да, на технические какие-то детали. А 20% в самых задачах. У нас сейчас все наоборот. То есть уже даже, в общем-то, не надо быть каким-то супер продвинутым техническим специалистом для того, чтобы делать очень интересные вещи. Ну и вот, плавно проходя по своей презентации как раз с нынешним утверждением, я теперь хочу пройти немножко послания. Из того, что я вам случил относительно сверхвозвлечения реального сектора. Действительно, сверхвозвлечения эффективно развиты. На самом деле можно угрожать большое количество игр, приложений для шоппинга, каких-то новинных приложений для пользователей, которые позволяют ему за счет вот этой игры. Нам кажется, что это может быть... То есть, с одной стороны, да, с двух сторон, смотри. С одной стороны, окажется, что это что-то очень неодвязывающее, очень простое. Сделать приложение быстренько, там распознавание образов, сколько повторений, чего-то. Там, соблюдение стилистики. С другой стороны, мы с вами не видим то, что скрывается за шепку. С за шепку скрывается постоянное обучение и накопление знаний. То есть, сейчас проблема основная заключается не в том, чтобы создать технический, да, какой-то нейросетик. Или комплекс целых нейросетей. Можно даже создать комплекс нейросетей, который будет автоматически расширяться на основании каких-то заданных параметров. А проблема заключается в том, чтобы его насытить необходимым объемом данных, требуемой информации. И заставить его решать не какую-то отдельную частную задачу, а заставить решать вот свой комплекс задач, которые мы хотим получить и ожидать. Но, с точки зрения реального сектора, ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности, ни в логистике, практически нигде сейчас широко эти технологии не применяются. То есть, по сути, сейчас, если вот развивать то, что говорил Денис, очень интересное, кстати, подтверждение, что есть разум ребенка, да, вот. Это ребенок, который обучается в ЭГИИ. И то, что мы с вами раз или поздно придем к определенному результату на компакт, но это будет немножко в удаленном будущем. Что сейчас мешает развитию нейросетии в реальном секторе? Во-первых, все проекты, которые там запускаются, они достаточно долгосрочные, они дорогие, они имеют длительную срок окупаемости. Есть проекты быстрые, которые можно запустить. Пилоты, в принципе, сейчас запускают практически все крупные игроки. То есть, это бывающие компании, то есть, на самом деле, в генетическом секторе находятся. Но так, чтобы использовать это вот, скажем так, широко, мы к этим участникам только стремимся. То есть, я могу сказать, что сейчас, например, у меня переговоры про сряд крупных и больших компаний, которые запустили большие пилоты, у себя использовали самых однообразных технологий. Это технологии распродавания его образа, это технологии мониторингового состояния оборудования. То есть, это, в общем, наверное, все возможные сейчас сферы применения развития в той же самой игровой индустрии, которую они пытаются спроектировать на то, что они делают. Присутствует также все-таки высокий уровень ответственности. То есть, компания, которая прорабатывает то или иное решение, и для этого она, соответственно, законечный результат. Потому что, одно дело, когда мы сделали игру в большом количестве потребителей, они в них поиграли и сказали, ну, нравится или не нравится. Другое дело, когда мы делаем какое-то промышленное решение. На эксперименты сейчас сами крупные предприятия промышленные деньги выделяют не сильно охотно, а государственная поддержка у них в этом направлении, к сожалению, пока что, пока что, по крайней мере, она отсутствует. Хотя, я думаю, тренд в этом направлении не имеется. Ну, и нельзя не отметить доминирование западных игроков, которые нас сильно отгоняют в этом направлении. То есть, вспомним, не так давно, кроме того, большое исследование, которое провело в Кардио Украинском совместном предприятии университетом, собрав огромное количество данных с пользователей по частоте сердечных сокращений, сколько это были часы, и совместив это с реальными медицинскими данными, которыми добровольцы. Мы подобный проект, например, отпустили, ну, наверное, когда-то, как вам, в середине, в конце прошлого года, но так как мы спускали из промышленных объектов, мы, например, не смогли найти взаимосвязь между изменениями частотей сердечного сокращения, и, например, тренингом вертательной ориентиры, когда не смогли сделать. Поэтому стоимость данных сейчас действительно очень высока, и вот это как раз тот опыт, который нас стремит. Кстати говоря, если приводить пример с обучением человека, это, по сути, тот же процесс обучения. То есть вот этот бигдейтер – это не просто бигдейтер, это, на самом деле, структурированные данные, которые должны решать конкретную функцию, достигать конкретную цель. И если мы просто возьмем нейросеть, это будет огромная зонная информация, и на выходе будем выдавать некие результаты, создавать самосвязательские модели, то, в общем-то, ну, получим мы нечто, что позволит нам понимать, насколько те же данные влияют на конечный результат, но практически использовать мы это, в общем-то, быстро не сможем. То, что касается имитационного моделирования, здесь маленький приведу, маленький параллель с европейскими коллегами, которые мы создавали, часто едем. Вот у немцев, например, очень радует логистике имитационной моделирования. То есть они после того, как, допустим, прорабатывают какую-то определенную логическую систему, проектируют ее, они делают имитационную модель, и дальше пытаются имитационную модель в программе большую количество разных данных для того, чтобы посмотреть, как они реагируют на те или иные изменения. У нас, например, в России, при реализации проектов, инитационная модель строится для любого 10% всех проектов. И как раз таки использование нейронных светей для того, чтобы имитировать поведение людей, техники для изникновения тех или иных ситуаций, это тоже очень перспективная новость, которая сейчас развивается в Европе, развивается вообще в принципе в мире, и получает свое начало развития у нас в России. Здесь не могу не отметить то, что с точки зрения медийной составляющей, к сожалению, найти где-то в одном месте все эти интересные вещи, которые относятся к индустриальному, промышленному использованию всех этих вещей, это крайне тяжело. и отсюда хочу плавно перейти к той эпохе, в которую мы входим. Все-таки мне бы хотелось отметить, что это не только техническая, да, какая-то составляющая инновационная, а еще и составляющая провайдера знаний. Это так же, как сейчас многие говорят, кадры решают все, а вот недалекый час, когда на знаковым говорят, что сети решают все. Потому что именно те, у кого будут большие, крупные комплексы нейронных детей, тот самый крупный интеллект, которые заточатся в решении конкретных, важных, больших, научных задач, вот они смогут предоставлять супередосы к этим самым сетям, для того, чтобы предприятия могли решать свои задачи, но при этом продавать подобные, допустим, искусственный интеллект будет абсолютно не выгодно, потому что не выгодно большое количество людей. И вот очень придерживаю вопрос относительно искусственного интеллекта и игр, потому что видели, наверное, все, как искусственный интеллект обучается водить машину в ЭДА-5. Но сначала было плохо, водило ужасно, потом со временем там лучше, 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 лучше. Но самое главное, что там есть те самые регуляторы, да, в виде там значков преследования полиции, да, какие-то события временно возникающие. И это как раз то само обучение на игре, которое в результате приведет нас, как правило, действительно было оценено серьезным искусственным средством, которое будет способно решать очень мощные объемные задачи. Этому серьезно помогает интернет вещей, потому что кто-то сказал про оборудование, станки, техника различная, люди даже, которые уносят на себе пикинг, браслеты, телефоны и так далее, они очень сильно упрощают задачи по объединению этих данных, консолидации и последующему анализу. Ну и, естественно, немножко о том, как мы используем эти технологии в своей работе. Мы используем на уровне распознавания образов, да, и специальное распознавание брака. Когда, например, при поступлении той или иной продукции мы можем на уровне картинки сказать, что она имеет ту или иную степень, ту или иную вероятность наличия брака. Например, помятые упаковки, например, потёки какие-то или ещё что-то. Параметрическое продозирование тоже очень интересное, потому что огромное количество компаний в ней имеют внедрённую систему API, недвижимых показателей, да, причём показатель эффективности, но при этом мало кто отдаёт себе отчёт и понимает, как они возникают. Потому что вроде как они считаются по формуле, но как это, это API влияет в косвенные показатели, говорить крайне сложно. И здесь нейросети они тоже очень здорово помогают. То есть можно совершенно реально посмотреть, как это примерно какие-то, как придумать простые вещи, например, недостачи, влияют люди, техника, события, действия. И делается всё достаточно легко. Ну и, соответственно, то, что сейчас в глобальных решениях делается – это система управления с применением технологии и искусственного интеллекта. Тяжело, потому что вот это может быть, да, не стыдаю или нет. Оно, конечно, накладывает свой след. И отраслевой консалтинг функции прогнозирования. Как ни странно, но логистики нейросети помогают именно в консалтинговых услугах, выявляют как раз те самые законоверности, анализируя большие данные, которые мы не можем, нашим заказчикам, дарить нашим партнерам. Ну вот, собственно, это, наверное, и все, что я хотел сказать. Дмитрий Владимирович, вопрос. Я услышал несколько слов, они будут вытраны из контекста, но вы предсказали. Во-первых, есть доклад, посвящен реальному сектору экономики, я услышал в таких словах недостачи, полиция. Следите, пожалуйста. Вот в нейросети же будут вступать за эти действия культурным факторам, да? Да, конечно. То есть, можно предположить, что, вот, я третью слово еще раз повторяю, экономика, недостаточная полиция. Отначает ли это, что они тоже будут вступать в коррупционные сделки? Ну, вы знаете, теоретически это возможно. Теоретически. И именно поэтому, вот, как раз, здесь предыдущие доклады были посвящены тому, что надо очень четко контролировать то, что мы делаем. И кто обучает даже геросифиций. Я вот шел на эту секцию как бы в лучшем настроении. Все мои самые негативные прогнозы, они здесь, к сожалению, взбываются. А следующий наш, выступающий, Денис Касимов, основатель и генеральный директор компании и групп. У вас длинное название, Денис, доклад, дали я вам представлю возможности. Можно не рассказывать, да? Спасибо. На самом деле здесь очень много точно, что я буду на этом продолжать тему, как разбитая, и рассказывать про промышленный, про реальный промышленный сектор. Тем, собственно, доклады, и представляют анализ данных для производственных компаний. Но в самом начале я расскажу, собственно, как будучи я и моя команда к этому пришли. Мы же сейчас замечательные, прям прекрасные, вообще мне нравится удивительное время, и мы в прекрасном месте, как наша страна. Удивительно говорить, потому что технология, это не только для того уровня, но и для того уровня. А второй тест на нашей стране. Потому что, конечно, здесь оно не применено, так как, например, применено на Западе, и здесь еще есть гигантское количество роста. А властей нужно будет применять. А пришелок к этому очень. Главное, 10 лет назад я был вводным результатом, для производственных компаний, мы не делали производственных консалов. И моей задачей было спрашивать у мастеров, у женеров, как, собственно, они понимают и диагностируют работу оборудования. В машинный зал, куда угодно. И говорю, Денис, пошли покажу. Клали так вот трубку на двигатель. Чувствуешь, как дребезжит? Слышишь? Нет, я отвечал честно. А я слышу. Вот он сломается через год. Сейчас в этом году ничего с ним не надо делать, в следующем году надо будет делать. Это тот опыт. Они на этом производстве отработали 30 лет. Грубо говоря, на одном и том же участке, каждый день видя это оборудование, они знают его как свое дитя. Поэтому они лучше всех его умеют и диагностировать, и умеют прогнозировать его техническое состояние, и все что угодно. Разбирать, собирать и так далее. А машина этого не умеет. Можно я вмешаться? Конечно. Я когда был студентом, у меня мой научный руководитель, Гурь Иванович Марчук, который потом стал на этих исследованиях президентом Академии наук, послал учиться. Я несколько лет был учеником ведущего тибетского врача. У них есть такая пульсовая диагностика по трем точкам. Я вам расскажу. Хорошо. Ну, собственно, я увидел, что этот опыт экспертов ни у кого, в машинах их нет. Потом, к сожалению, в подтверждение моих слов, случилась авария на Советной Шушенской ГЭС, потому что я там работал с гидроэлектростанциями, и она была так рядом, на самом деле, и так чувствительно для меня личностно, что, собственно, потом я читал все эти исследования, из-за чего это произошло, и можно было увидеть о том, что есть повышенная вибрация этого шильда, этого подшипника, там, шильдика, крышки турбины за сутки. За сутки ее можно было увидеть и поднять наверх, там, приоритизировать. Собственно, это сыграло большую роль для меня лично, и я начал, собственно, изучать те же самые нейронные сети. И сейчас это превратилось в виде компании, в виде того решения, которое мы делаем. Что еще я за эти десять лет, как консультант или как менеджер, уже как управленец, увидел бизнес, не использую эту информацию вообще практически. То есть, ну, представьте, там есть тот же самый завод, там есть насосы, компрессоры и прочее, и есть там управляющая компания, естественно, в Москве, где сидит дядька и говорит, это ремонтировать, это не ремонтировать. На это дам денег, на это не дам денег. Где он и где то оборудование? Гигантский разрыв. Хотя данные все есть. Но это привело к тому, что, по моим личным подсчетам, это всего лишь маленькая-маленькая толика того, что есть, собственно, мы поэтому и сделали ту нашу систему, которую сейчас применяем в промышленности. Я не буду вдаваться в детали, на самом деле. Там у нас на втором этаже есть стенд с железной дорогой. Там ребята рассказывают очень хорошо, что мы делаем. Остановлюсь на двух вещах. Это на мониторинге и прогнозе технического состояния. То есть для промышленности гигантский потенциал есть куда применять те же самые искусственные нейронные сети или другие методы машинного обучения и прочее, прочее. Во-первых, это для того, чтобы понимать и правильно диагностировать оборудование. А во-вторых, это для того, чтобы прогнозировать его техническое состояние, чтобы и надежность повышать, и те самые пресловутые бизнес-эффекты мы имели. Что здесь главное? Ну, здесь ни для кого, естественно, не секрет, что там системы и все подобного рода, они дообучаются и становятся умнее, скажем, в нем. Но самое важное то, что когда система реально применяется на производстве, на практике, то она в себя накапливает опыт экспертов. И на самом деле большое значение имеет как раз интерпретация данных, потому что мы часто сталкиваемся, теперь уже часто сталкиваемся, грубо говоря, с нашими конкурентами. И вот Дмитрий тоже об этом уже говорил, что не смогли связать данные с фактами по работе сердца. У меня тоже профессиональная информация, кстати. Интерпретация данных – это очень-очень важно. И сейчас, к сожалению, все занимаются математикой, дата-сайентисты работают над ней, но не умеют эти данные интерпретировать, особенно для производства. Потому что для производства нужно привлекать производственников, для медицины нужно привлекать медиков, чтобы вместе с дата-сайентистами разбираться в этих данных, выкапывать из них ценность и на этом учить те самые нейронные сети и прочие алгоритмы. Ну и переходя к прям со всем прикладным вещам, это то, о чем стоит рассказать. Один из наших проектов, он на самом деле первый, и поэтому дальше всего зашел в своем развитии, это проект «Умный локомотив». Есть такая компания «Локотях», которая ремонтирует RGD-шные локомотивы, поезда, тепловозы, электровозы и прочее. Ну, собственно, все эти системы, мы берем данные с этих локомотивов, интеллектуально их перерабатываем и говорим, когда у какого локомотива, какой узел сломается. Это, собственно, уже работает, пока, правда, на той стороне Урала. Пока это не сильно много, примерно 300-350 локомотивов уже бегают и интеллектуально так диагностируются, но весь проект будет завершен в этом году, и все пассажирские и грузовые, магистральные поезда или паровозы, как мы говорим у себя на стороне, они будут, собственно, интеллектуально диагностироваться. Это уже будет работать и это будет видно. Я отвечу на ваш вопрос. Давайте. Спасибо. Сейчас мы все доложим, и тогда уже будут вопросы от зала. Спасибо большое. И помните, в 17-м году весны была такая фраза, сказанная Штирлицем, что запоминается последнее. Наташа, я вас дважды хотел бы выделить с вашим проектом, тем, что мы с вас начали, и тем, что вы будете последней, и, надеюсь, все запомнят о вашем замечательном гуманистическом, фактически, не только технологическом, но и гуманистическом проекте. Спасибо большое. Я хотела небольшую паузу, просто там ролики два, и я сейчас только поняла, что они запустятся. Можно опять переписать? Я как раз буду рассказывать, а потом вы, соответственно, поменяете. Спасибо. Да, спасибо большое за представление повторное. И что хотела рассказать. У меня представство стоит в двух частях. И, прежде всего, мы расскажем о том, кто мы вообще такие. И вторую часть – это я непосредственно хотела посвятить именно, что конкретно нейронные сети, как мы практически их применяем и используем. Потому что то, что мы сделали, то есть мы непосредственно это сделали впервые в России и вообще в мире. Вот наша тема – это непосредственно бионические протезы рук. Ну, понятно, что мы создаем киборгов. Кто-то может подумать, что, конечно, в контексте той дискуссии, которая сейчас происходит, можно сказать, что мы какая-то некая семейка Адамс, которая создает именно робот, ну, по сути, руку, которая может бегать и думать. Это где-то… Ну, это не совсем так, по той причине, что мы не создаем монстров. Потому что вообще практически это можно было сделать. Но мы пошли немного по другому пути, и мы начали использовать именно как раз эту руку для замены, как говорится, утраченной. И непосредственно, вот почему она называется бионика, потому что это полностью повторение человеческой руки, которая была потеряна. То есть с точки зрения мехатроники, то есть имеется в виду подвижности, и с точки зрения управления. Ну, прежде всего, о нас я давайте расскажу. Что хотелось сказать о нас? Ну, мы являемся, естественно, участниками Сколково. У нас был получен грант, который мы, соответственно, полностью реализовали, сейчас закрыли. Мы биомет относимся. Также у нас есть поддержка со стороны Центра развития социальных инноваций, технологий и возможностей, со стороны госструктуры, поддержка Минфонторга и Минтруда. Мы находим платформу «Биотек-2030», были финалисты на Open Innovation Startup Tour, также есть поддержка в МТИН. И в 2016 году мы были выдвинуты на премию ЮНЕСКО за поддержку людей с ограниченной возможностью посредством цифровых технологий. Команда у нас небольшая, несмотря на это. То есть мы сейчас, как говорится, по аналогии и по идее самого Сколково, мы выросли, как говорится, как стартап. Я более 11 лет проработала в сфере консалтинга и IT. Соответственно, когда я решила создать свою компанию, я сама изначально в нее инвестировала, постепенно, постепенно, как говорится, я уже привлекла рекордсурсы и инвестиции. У нас полностью коммерческий проект. Мы сейчас выходим как раз на промышленную стадию. Состоим из такой небольшой команды разработчиков из шести специалистов внутренних, которые у нас работают. В штате у нас также 8 инвалидов. Но сейчас здесь немного старая информация, у нас уже более 10 инвалидов, которые мы тоже привлекаем, которые мы платим за работу тестировщиками. Также у нас есть внешние эксперты. В частности, со стороны Сколотеха у нас был выделен Виктор Олимпийский, который с нами непосредственно взаимодействован, кстати, по нейронным сетям, который нас достаточно хорошо консультирует. И он, в частности, занимается как распознавание изображений. Но вот мы применили, как говорится, необычную сферу вот именно нейронных сетей. Это электромиограмма, распознавание электромиограммы. Также у нас, как я уже говорила, там привлекается необходимый специалист по потребности в Миндопиримых штатах. По окраской части у нас есть ряд компаний, которые являются подрядчиками. Мы в основном занимаемся IT-разработкой и с одной, как говорится, конструированием и сборкой. Там платы и сами руки, все протезы мы именно сами комплектующие мы закупаем либо отдаем на производство. Ну и, соответственно, само промышленное производство. Это компания, которая там силикон производит, Риотовский завод, Центр Элизарова. Это непосредственно, если вы знаете, аппараты Элизарова. Мы с ними как раз взаимодействуем по устанавке сейчас протезов на титановую кость. Попытаемся вот тоже сделать первый, по сути, в России проект. И компания «Артокосмос» — это как раз производство протезных компаний. Медики, вот как было правильно сказано, непосредственно на медицинской консультации. Ну, на что был направлен наш проект? Ну, прежде всего наш проект был, когда мы создали, точнее я создавала, было направлено на создание бенической протезы руки. Он состоит из трех частей. То есть это, прежде всего, кисть, предплечье и само плечо. Инновация, в отличие от всех зарубежных бенических протезов, в том, что помимо совершенной мехатроники мы создали свою систему управления, как раз построена на базе нейронной сети, которую сейчас никто не использует. Все зарубежные аналоги, которые сейчас работают у инвалидов, это обычно два датчика, которые снимают сжатие-разжатие. Соответственно, фиксируют определенный потенциал, а дальше он уже, ну вот как они делают, программируют? Они никак не программируют. Они с помощью либо телефона выбирают определенные схваты, либо на клавиатуре, либо, допустим, можно быть, на руке, на протезе, да, кнопка, которую он нажимает, соответственно, там определенный схват уже фиксируется. Но основной сигнал подающий, это идет сжатие-разжатие. У нас система состоит, в данный момент, из восьми датчиков. В форме браслета, сплата, которая встроена нейронная сетка, которая распознает, и, соответственно, дальше происходит беспроводный способ, опять же, это идет управление. Также мы создали термочувствительность, которая нет в зарубежных продуктах, и определенный контроль сжатия, и особую мехатронику, в частности, подвижность мизинца. На основе этой же системы, которую мы создали, мы потом нашли, как говорится, мы пошли дальше, и нашли ее применение не только в сфере социальной, документальной, можно сказать, мы нашли применение для игровой сферы. Это когда этот браслет можно использовать как в виртуальной реальности, для распознавания схвата, в частности. Особенно это был ажиотаж, когда мы были на благотворительном выставке на город, и там было очень много детей. Эти дети, когда увидели этот манипулятор, для них это было что-то с чем-то, то есть это выходящее за рамки возможного, и когда это они одеяли, сами попробовали, и у них это работало, для них, конечно, это был большой вум. Вот мы решили создать, опять же, это как игрушку тоже вывести на рынок. Ну, преимущество продукции, прежде всего, если мы говорим про бенические протезы, это, конечно же, стоимость. Вот если зарубежная протеза стоит порядка трех миллионов, мы выходим сейчас на рынок со стоимостью 500 тысяч. Ну, если практик, говорим. Также беспроводная связь, которой нет ни у кого, система на базе нейронной сети, о чем я рассказывала, и, опять же, самая высокая функциональность, даже выходящая за рамки то, что есть на рынке уже. Что касается самих браслетов, важно было отметить в том, что мы сейчас непосредственно работаем с инвалидами, как я уже отмечала, и очень многие инвалиды, которые приходят, они пришли к тому, что у них возникают из-за травмы достаточно длительно, когда у них не было руки, возникает потребность разрабатывать мышечный тонус, потому что бенический протез, он невозможно использовать пока, если мышцы не разработаны. Соответственно, одна из задач вот применения этого же браслета, мы нашим применением, это в игровой форме, опять же, использование для разработки мышечного тонуса. Может для людей, которые без потери руки, это не столько критично, а для них это является на уровне потребности, необходимости ежедневного, потому что они как практика линятся, и приходили очень многие люди, вот инвалиды, когда мы мерили их, у них полностью выбывают дряблые мышцы, не из-за того, как говорится, они сами по себе дряблые, потому что они линились, тренировались в течение многих лет. Да, я сейчас завершаю это, ускоряюсь. Также его нужно использовать как электромиограф. У нас на текущей разработке сделано два патента. Что хотелось бы отметить? Что мы используем в качестве нейронной сети? То есть нейронная сеть у нас используется как черный ящик. Мы непосредственно снимаем электромиограмму, то есть мы снимаем на фонд, мы подаем эти данные, ну не с собой стандартные данные, как говорится, когда измерялись, что не работает, допустим, прибор. Мы снимаем медицинские показания, то есть мы снимаем мышечную активность. То есть мы снимаем вот эту мышечную активность, подаем на вход нейронной сети. Нейронная сеть работает в виде черного ящика, обрабатывает их. Но предварительно важно отметить, что нейронная сеть, вот у нас используется нейронная сетка с обучением. То есть сам инвалид, изначально он обучает ее, либо он обучает ее, говорит, что определенно вот такая-то мышечная активность моя соответствует каким-то схватам. После чего обученная уже нейронная сетка начинает работать под него. То есть это заточенный продукт под конкретного человека. Если мы говорим о дальнейшей перспективе развития продукта, мы сейчас работаем также в непотребности покрытия нового, потому что сейчас, как выяснилось, силикон, который есть, он не позволяет в эти термоочувствительные датчики, они не проходят на формацию. Это тоже большая проблема. Если мы говорим также про перспективы, то большее количество датчиков, которые новые являются, и с центром Элизарова, как я уже говорила, мы планируем в конце этого года, в начале следующего, к титановой кости, вот по сути к компьютанту, сделать операцию и прикрепить титановую базу для дальнейшего крепления уже бенической протезы кисти и управлять уже таким образом. То есть отказаться от гильзы. Как правило, просто гильзы используются, а это вот новые перспективы. Вот, можно видео запустить? Я как раз хотела видео показать. Можно? Вот это. А презентацию откройте, пожалуйста, там оно в корне есть. Вот на флешке, там презентация цифра называется. Только у нас одна минутка. Да, мы как раз просто уложимся, я как раз видео хотела показать, потому что оно как раз очень явно отражает, что мы делали. У нас непосредственно вот мой браслет, мы на браслете, ну вот я пока сейчас коллеги запускают его, мы сначала его обучаем непосредственно вот саму нейронную сеть. То есть мы как для того, чтобы было наглядно это видно, я в частности, сейчас конкретно каждый датчик присваивал конкретному схвату. У нас получается запустить? Да, запустить, пожалуйста. Да, отлично. Я сейчас непосредственно обучаю. В ответ на ваш датчик я обучаю. Я прошу прощения, мне страшно меня только вас прерывать. Я прошу прощения еще раз, потому что следующая сессия должна начаться. Я прошу прощения, я прошу прощения. Наташа, я не могу не воспользоваться тем, что мы приезжаем в сессии. Скажите, пожалуйста, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас психофизиология, что мужские и мужские и мужские неровные. Ну, как вы лично, как девушка, считаете, оттуда ли женские и мужские неровные? У человека, кто-то много рады сейчас, у него были с сетями, взяли больше руки. Вы их видели, как понимаете, я прошу, давайте я приведу, в том, что, знаете, как я спросила, как буддли, женская, мужская, буддли, она по-аппаратному, не будет, не будет, она будет всегда, не гибель, не будет, когда выбираем палец, тогда он прощает. Интерпретация национальная, чуть-чуть, и мальчик, и прилегание будет, прилегание. Можно потренироваться. И вопрос о национализме, вот мы сегодня уже многие коллеги тоже говорили, это вопрос, как говорится, который еще пока не заложен, и который, как говорится, перспектив будет. Спасибо большое. А жаль, правда? Спасибо большое всем участникам, давайте их поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ